Бааган, да, драконоборец, ой, Яна уже знает, скоро уже будешь преподавать историю. Считается, что он борется со злом, не именно с драконами, а со злой силой, то есть это бог войны, это арес греческий, да, и шанго. Да, очень красиво. И каждый раз, когда у армян какие-то трудности с борьбой и с войной, то призывали Ваагна, и он приходил, чтобы бороться со злом, то есть он приходил, чтобы бороться со злом. Но когда Ваагна заменили на бедного несчастного Иисуса, которого распяли, ну, наш народ в таком состоянии живет, потому что мы тогда были воины, язычники, а сейчас мы смиренные христиане, то есть как рабы, да, рабы божьи, непонятно какого бога. Но если мы так дальше будем продолжать вести себя, ну, так жалко и жалобно, ждать каких-то посулов, то мы пропали. Уважают тот народ и выживают тот народ, который борется за себя. Понимаете, борется, вот и все, очень элементарно. Не надо иметь огромное войско, достаточно за себя бороться. И в истории очень много таких примеров, когда маленький народ не могли сломить десятилетиями, потому что они за себя боролись, они не смирялись. Мы сейчас дожили просто до такого века, когда люди думают, что смирение это, ну, вот знаешь, вот из комфорта не будем выходить, и все будет хорошо. Так если ты что-то уступаешь, у тебя все будут забирать. Ну, понемножку просыпаемся, вот уводим, доказываем. Раз в столетие приходится. Да, раз в столетие приходится, у каждого поколения своя война. Только тогда были люди совершенно другие, сейчас другие, сейчас от айфона задницу не оторвать. Чрезмерный комфорт создали, и люди не хотят этого комфорта, лишаться даже на время, чтобы потом жить нормально. Спасибо огромное, очень красивая вообще работа. Вот, вот, смотри, даже непонятно из чего какой-то. Крылья закрыли, вот все крылья целости, даже вот эти вот торчки целые, на удивление. Вот, да, шипы. Вот, и это на армянском вагон. Как-нибудь расскажу потом. Млечный путь, кстати, Млечный путь тоже связана с ним, легенда, когда его конюшни закончились, закончила сено, и он крал у одного великана Варшама, крал... Сейчас все расскажете, но лекцию не останется. Ну, лекцию, думаешь, надо лекцию проводить как-нибудь, ну ладно. Ну да, очень интересно. Так вот он крал эти, и как-то у него мешок оказался дырявый, и он эту солому раскридал по всему, и по этому Млеченому пути, собственно, он его и нашел. Вот, и у них была борьба. И очень напоминает, кстати говоря, борьбу Перуна с... Скажи мне... Ой, все, забыл я. Да, борьбу Перуна с Велесом. Они тоже бьются иногда. Ну, очень многое похоже все-таки Арии по происхождению. Ну, очень многое похоже все-таки.